Застрявшие в Африке россияне рассказали о жизни без денег в мир путешествия 12.57.13.2020 года Застрявшие в Африке россияне рассказали о жизни без денег Фото Сергей Покровский Российские туристы, застрявшие в Африке из-за введенных на фоне коронавируса ограничений авиасообщения, рассказывали об условиях жизни на острове Занзибар Об этом пишет E1.ru По их словам, у многих россиян давно закончили средства к существованию Немногим удалось подать заявку на денежные выплаты через сайт госуслуг и получить суточные 2400 рублей Кроме того, многих путешественников за время пребывания за границей сократили на работе При этом цены на продовольственные товары высокие, подчеркнули собеседники издания Продуктов, нормальных в нашем понимании, здесь почти нет И они дороже, чем у нас В 2-3 раза Килограмм лука 200 рублей Молоко 180 рублей за литр Кто-то из наших пытается крабов на пляже ловить, пояснил один из них Также известно, что многие россияне вынуждены жить в домах у местных жителей В гестхаусах или бунгало для серферов, где постоянно пропадает электричество и вода Местные стараются помогать Народ здесь очень-очень небогатый, но отношения к нам добрые Люди стараются помочь Они доброжелательные и любознательные и всем довольны, добавил турист 1 апреля сообщалось, что застрявшие на африканском острове Занзибар российские туристы выложили водорослями на пляже просьбу о помощи На кадрах, опубликованных в сети, было видно нескольких человек и огромную надпись СОС Москва, забери нас домой Россия приняла решение с 23 марта временно ограничить авиасообщение со всеми странами мира в связи с обострением ситуации с распространением коронавируса Для того, чтобы вернуться на родину, россиянам необходимо заполнить на портале госуслуг специальную форму и ждать решения подать и вывозу Тысячи российских туристов оказались заблокированными в разных странах мира из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в частности из-за ограничения авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ Что происходит в России и в мире, объясняем на нашем YouTube-канале Подпишись Как спастись от коронавируса Старайтесь не выходить из дома без необходимости Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах, старайтесь их избегать Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет, это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения Соблюдайте дистанцию в общественных местах, зачем это нужно Кашля или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метр, особенно если у какого-то из них кашель, насморк или повышенная температура Регулярно моете руки Зачем это нужно? Если на поверхности руки есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм Соблюдайте правила респираторной гигиены При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя Сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой Обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, которым вы прикасаетесь При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины Среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус Полезные сайты и телефоны Сайт stopcoronavirus.rf Информация о коронавирусе на сайте Распотребнадзора здесь Ответы Распотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь Подробный раздел на сайте Минздрава здесь Телефон скорой помощи 03-103 для звонка с мобильного телефона Горячая линия Распотребнадзора 8 800 555 49 43 Горячая линия Раструда 8 800 707 88 41 Горячая линия Департамента здравоохранения Москвы Плюс 7 495 870 45 09 Источник – Всемирная организация здравоохранения